В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня. Несовершеннолетний получил телесные повреждения и был доставлен в приемный покой Нениско-окружной больницы. Такие новости стали регулярно появляться в средствах массовой информации Нениско-округа. По словам начальника окружной госавтоинспекции, с начала текущего учебного года в Наринмаре произошло 3 ДТП с участием несовершеннолетних. Анфиса Мерзойва проснулась ночью в 3 часа 50 минут от запаха гари. Так как рядом находится котельная, жительница дома номер 12 по улице Строителей не придала этому значения, пока не услышала панику соседей. О том, как пережили пожар жителям многоквартирного дома в поселке Искатели и на какую помощь могут рассчитывать, расскажем в этом выпуске. Сегодня будущие медики участвовали в торжественной церемонии посвящения в старшеклассники. Медицинский класс в 4-й городской школе входит в естественно-научный профиль. Ученики набираются пожелания. В 10-м атаке их 18 человек. Мобильные группы задержаний ежедневно в круглосуточном режиме обеспечивают безопасность жителей и организаций округа, сохранность их имущества и правопорядок на улицах. Свой профессиональный праздник большинство сотрудников неведомственной охраны встречают на боевом посту. Об этом и других событиях расскажем в ближайшие 20 минут. В понедельник 28 октября около 8 часов утра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. В районе дома номер 69А по улице 60 лет октября водитель Ховера совершил наезд на шестиклассника, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. На этих кадрах видно, как перед нерегулируемым пешеходным переходом водитель Hyundai Tucson притормаживает, чтобы пропустить пешеходов. При этом встречный поток автомобилей движется без остановки. В этот момент ребёнок начинает перебегать в проезжую часть, в результате чего происходит столкновение с Ховером. Водитель поясняет, что он не успел среагировать до того, что пешеход сразу повернул на пешеходный переход. Возможно, сейчас предоставлено видеозаписи, изучаем, на самом деле так это было ли или есть. Но тут есть один момент, что водитель не своевременно среагировал. Это наличие у нас зимней скользкости, к сожалению. Из-за этой зимней скользкости колейный снежный накат на этом участке как раз. Ему не позволили моментально среагировать. Несовершеннолетний получил телесные повреждения и был доставлен в приёмный покой Ненецкой окружной больницы. По данному факту возбуждено административное производство, проводится проверка. По словам начальника окружной госавтоинспекции, с начала текущего учебного года это уже третье ДТП с участием несовершеннолетних. Всего в текущем году таких аварий зарегистрировано четыре. Что удивительно, все они произошли на пешеходных переходах. В большинстве случаев дети не убедились в безопасности перехода. И вот один из примеров. Ребёнок бежит к пешеходному переходу и слегка, сбавляя скорость, выскакивает на дорогу. Столкновение с автомобилем избежать не удалось. Безусловно, никто не снимает ответственность с водителей, ведь приближаясь к зебре, они должны сбавить скорость и быть готовыми к торможению. Особенно, если замечают, что ребёнок находится совсем близко у пешеходного перехода. Хотя бы на всякий случай. Так, кстати, поступают те водители, у которых есть свои несовершеннолетние дети. Бережённого, как говорится, и Бог бережёт. Что касается пешеходов, то они вдвойне должны быть внимательными. Необходимо дождаться, убедиться, что транспортное средство всё-таки тебе предоставляет преимущество. Вопросом безопасности дорожного движения, правилам поведения на проезжей части и прилегающей к ней территории в нашем регионе уделяется особое внимание. В школах и детских садах проводятся тематические уроки, классные часы и беседы, в том числе с использованием передвижной лаборатории безопасности. Дети участвуют в региональном этапе всероссийского конкурса «Безопасное колесо», где также изучают правила дорожного движения не только в теории, но и на практике. Буквально в сентябре, это начало уже учебного года, состоялась неделя безопасности. В рамках классных часов, дополнительных заданий, кружков проводятся непосредственно занятия с ребятами по изучению правил дорожного движения. И проведены данные мероприятия во всех школах округа. И всё же, несмотря на принимаемые меры профилактики, ДТП с участием несовершеннолетних на территории Ненецкого округа меньше не становится. И особенно актуальна эта проблема в период школьных каникул. Представители окружной госавтоинспекции и окружного профильного департамента убеждены, учить правилам дорожного движения подрастающее поколение должны в том числе и родители. В ноябре для них пройдёт обучающий семинар по повышению безопасности на дорогах. В настоящее время рассматривается вопрос об организации прямой трансляции через социальные сети. В Ненецком округе прошла встреча рабочей группы с пострадавшими при пожаре жителей дома номер 12 по улице Строителей в поселке Искателей. В ходе встречи, в которой приняли участие представители региональной и муниципальной власти, были озвучены меры поддержки и поэтапный план действия. Подробнее расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Анфиса Мерзоева проснулась ночью в 3 часа 50 минут от запаха гари. Так как рядом находится котельная, жительница не придала значения, пока не услышала панику соседей. Услышала крики, шумы там, стучаться. У меня ребёнок вскочил, их комната там ближе к этому месту, у меня самое дальнее получается. И она встала, побежала, я думала, она уже с простой не побежала, она открывает, а там уже туман тёмный. Она говорит, мама, мы горим, пожар. Естественно, мы тут сначала в панике, все не знали. Мы побежали в дальнюю комнату, открыли форточку, потому что уже дышать было тяжело. И вот всё это то, что уже дали нам одеться, как были, выпрыгнули. Спасибо соседям, домах, людям, которые подбежали нас, помогали, когда мы выпрыгивали из окон. Я никому не пожелала, что пережили мы эту ночь сегодня. Ужас просто. Из-за того, что пришлось прыгать, дочь Анфисы Мерзоева получила сильный ушиб ноги, от которого образовалась припухлость. Сейчас состояние здоровья девочки нормализуется. Вот она в шоком состоянии, наверное, не обратила внимания, а сейчас у неё нога пухла. Думала, у неё этот перелом перепугало сейчас. Но, слава богу, не подтвердился. Сейчас люди сказали, сильный ушиб. И, конечно, в шоке от всего этого. Напомню, рано утром, 28 октября, в рабочем поселке Искателей загорелся дом номер 12 по улице Строителей. По прибытии на место первого пожарного расчёта установлено открытое горение чердачного помещения на площади 350 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Неницкому округу. Всего в сгоревшем доме прописаны 89 человек. 22 из них – дети. Погибших нет. На данный момент жители расселены у родственников и знакомых, а также в гостинице. Горицы действий будут следующие. Сейчас администрация поселкова должна оперативно отработать по поводу признания дома ветхим аварийным, чтобы он попал в программу и чтобы попал в программу второго этапа. Я правильно понимаю, чтобы оперативно можно было решить вопрос по предоставлению жилья, либо по компенсации. Соответственно, это уже будет следующий округ принимать решение по программе. А сейчас, чтобы была фактура, мы, наверное, попросим поселковую администрацию это оперативно отработать, чтобы мы уже на своем уровне рассматривали решение вопроса. Для пострадавших будут организованы услуги по ускоренному оформлению необходимых документов. Оказана материальная помощь. Так, в частности, на территории Нинецкого округа из окружного бюджета предусмотрена единая компенсационная выплата в размере 100 тысяч рублей для собственников жилья. Остальным пострадавшим выплата размером 50 тысяч рублей на каждого из членов семьи для приобретения предметов первой необходимости, а также государственная социальная помощь. Также готовы принять людей, оказавшихся в сложной ситуации, в комплексном центре социального обслуживания населения. Мы будем следить за развитием событий. Наталья Кислякова, Антон Бодряков, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Нинецком округе открылся профильный медицинский класс на базе средней школы номер 4. Инициативу по централизованной подготовке будущих медиков поддержал глава региона Александр Цибульский. Открытие профильного медицинского класса стало результатом соглашения о взаимодействии между Северным государственным медицинским университетом и Нинецким автономным округом, подписанный главой региона и ректором вуза в конце прошлого года. Обучаются по профилю более 30 старшеклассников. Накануне в школе состоялось торжественное мероприятие – посвящение в десятиклассники. Сегодня будущие медики в белых халатах. Им предстоит участвовать в торжественной церемонии посвящения в старшеклассники. Медицинский класс входит в естественно-научный профиль. Ученики набираются по желанию. В 10-ома таких 18 человек. Это лучший, наверное, способ попасть в медицинский вуз, так как это нам, получается, дает дополнительные знания. Мы в обычном естественно-научном классе не изучаем латынь, не изучаем медицинский, английский, не изучаем углублённую биологию. А тут мы это изучаем. И получается, когда мы пойдём в мед, мы уже будем это знать. Я хочу стать врачом-кардиологом. И я считаю, что это очень отличная возможность получить доводцевскую подготовку и как-то подготовиться к институту. Мне, на самом деле, тоже сейчас ещё пока что сложно. Ну, то есть много новых предметов появилось, которых, в общем-то, мы вообще не изучали никогда. Это типа латинского или медицинского английского. Как бы там есть вроде как знакомые слова, так сказать, но в большинстве мало понятного. Обучение школьников в профильном классе будет проходить по системе «Школа-вуз» с применением образовательной программы «Юный медик», которая разработана преподавателями Центра довузовской подготовки и профильной ориентации Северного медицинского университета. Для ребят это реальный шанс хорошо подготовиться к поступлению по специальности. Врачом она решила стать ещё в первом классе. Потом металась военный врач или такой врач, но решила, что остановится на враче. Потом мы будем смотреть, какой будет это дальше. Конечно, сложности есть, потому что прежняя школа была немножко слабее, чем эта. Но втягивается уже, старается и думает, что дальше я не буду жалеть о том, что она поступила сюда учиться. Нравится ему эта профессия, он выбрал именно медицинский профиль. «Трудно, сложно? Вот вы как родители видите, какие-то есть трудности в обучении?» «Ну, естественно, они будут. Но мы всё приятны. Как говорится, приятны. В рамках образовательной программы ученики и преподаватели профильного медицинского класса обеспечены необходимым набором учебников – учебно-методических пособий, рабочих тетрадей, разработанных преподавателями медицинского университета. «Нагрузка для детей очень большая и очень тяжело, но…» «Дети справляются, поэтому им нравится биология, им нравится химия. Сложно, трудно, но мы справляемся». Преподавать будущим медикам дополнительные дисциплины будут преподаватели с ГМУ посредством видеоконференц-связи. Для этого в школу номер 4 закуплено необходимое оборудование. Первая такая университетская суббота состоится 15 ноября. «По субботам университет предлагает нашим ребятам принимать участие в университетских субботах, которые будут проходить в режиме онлайн». Дополнительно они будут изучать медицинское дело, латинские и английские языки с уклоном в медицинскую терминологию. Итогом годового обучения станет обязательная летняя практика. По договоренности с Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа она пройдет в Ненецкой окружной больнице. «Именно для этого класса, для этого профиля медицинского мы закупаем кабинет биологии, где будут мини-лаборатории для детей, где будет мини-цифровая лаборатория для учителя и для детей, ну и, соответственно, современное оборудование для изучения медицинских дисциплин». Со второго полугодия начнет работать интерактивный комплекс в режиме 3D. «В режиме 3D будут сами участниками каких-то операций, исследований собирать или находить, ставить диагноз на сердце, на лёгком, глаз, ну, что у них по программе идёт». Обучение в профильном классе даст возможность не только получить дополнительные баллы при поступлении на бюджет, но и подготовить школьников к сложным образовательным программам высшего учебного заведения. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север». 31 октября завершается первый этап подключения социальных учреждений Ненецкого округа к высокоскоростному интернету. Доступ к этой услуге получат 27 социальных объектов на территории Наринмара, посёлка Искателей и учреждений, расположенных в сёлах вверх и вниз по Печоре. Сегодня доступ к высокоскоростному интернету получил Ненецкий аграрно-экономический техникум имени Волкова. Специальная комиссия провела необходимые тесты. Скорость на выходе составляет 100 мегабит в секунду. До конца 2021 года в Ненецком округе подключат к высокоскоростному интернету более 100 социально значимых объектов. Работа проводится в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Считаю, именно для нашего региона это такая значимая вещь, потому что, как я уже не раз говорил, основа для развития и для цифрового развития для связи – это инфраструктура. Инфраструктура – это каналы связи. То есть социально значимый объект Ненецкого округа получит эту инфраструктуру для дальнейшего развития. В рамках федерального контракта в учреждения заводится волоконно-экономический кабель связи в отношении Наринмара либо там спутниковый канал Ариба радиоролейный, проверяется, замеряется скорость на входе, что соответствует контракту. Дальнейшая разводка по помещениям – это уже либо существующие сети, либо какие-то строительственные новости, но нынешним контрактом это не предусмотрено. Но, как правило, в те объекты, куда мы заводим именно по городу, сеть уже существует, и будет необходима только небольшая работа сотрудников IT-служб, учреждений. Где-то, если есть необходимость помочь, мы готовы подсказать, как-то методологически оказать помощь. Либо это в отдаленных населенных пунктах, как правило, где-то один компьютер, где-то два компьютера. То есть там больших трудностей с подключением не будет. На эти цели из федерального бюджета в рамках нацпрограммы выделено 138 миллионов рублей. Сегодня, 29 октября, в России празднуют День образования подразделений вне ведомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации. Службе исполняется ровно 67 лет. Однако ее история имеет более глубокие корни и тесно связана с именем генерала от инфантерии Евграфа Федотовича Комаровского. 250-летие со дня рождения графа страна отметит в этом году. Подробности в нашем следующем сюжете. Мобильные группы задержания ежедневно в круглосуточном режиме обеспечивают безопасность жителей и организаций округа, сохранность их имущества и право порядок на улицах, Свой профессиональный праздник большинство сотрудников неведомственной охраны встречают на боевом посту. Перед тем, как заступить на дежурство, каждый из них проходит тщательный инструктаж. Наряды проверяют на готовность к несению службы с оружием, а транспортные средства на исправность. Мелочей здесь не бывает. Это в своем выступлении отметил и начальник окружного управления Росгвардии, подполковник полиции Александр Димитриев. Группа задержания является наиболее самым подготовленным подразделением, которое может реагировать на те или иные происшествия, которые происходят у нас в округе. Поэтому от того, какие вы меры в свое время примете по прибытию на объект, на место происшествия, там, где происходит возможное возгорание, пожары, дальше будет зависеть чья-то жизнь, жизнь граждан в нашем округе. Торжественное собрание в честь профессионального праздника собрало вместе сотрудников, работников и ветеранам службы. Преступления пересекаются и не совершаются не там, где большой штаб сотрудников правоохранительных органов различных уровней, а там, где ведется, пусть незаметная, но каждодневная, кропотливая профессиональная работа ежедневных сотрудников. От лица Совета ветеранов и от себя лично сказать вам большое спасибо и еще раз проведу. Спасибо. Праздничное мероприятие завершило церемония вручения ведомственных наград сотрудникам отдела вневедомственной охраны, достигшим высоких результатов выполнения возложенных на подразделение задач. Одной из основных задач отдела вневедомственной охраны в Нинецком охране является охрана имущества граждан и организаций на говорной основе, а также участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. В пользу случаем хочу поздравить всех руководителей, сотрудников, работников, ветеранов Нинецком охраны с их профессиональным праздником. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. История вневедомственной охраны ведет отсчет с 29 октября 1952 года, когда Совет Министров Советского Союза принял соответствующее постановление. Однако служба имела более глубокие корни и тесно связана с 29 ноября 1769 года, днём рождения графа Комаровского. Евграф Федотович первым возглавил отдельный корпус внутренней стражи Российской империи, ставший прообразом Росгвардии и эффективным инструментом поддержания правопорядка. Сотрудники вневедомственной охраны стали достойными преемниками графа и постоянно совершенствуют своё профессиональное мастерство. Ирина Никешина, Сергей Шарун, Телеканал Север. Это были все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.